Здрасте, это Таня, начальник одесского землячества. Это просто Шаник, знаменитый колорнетист и вообще всего мира. Это оператор самой лучшей телестудии. Значит, это Таня, которая, она, это удивительная женщина, которая делает там все, что угодно. Покажите лицо в камеру, пожалуйста. Вы у меня снимаете, что ли, сейчас? Конечно, снимаю. Она не снимается, ничего. Танечка, посидите, знаю, пять минут. Хорошо, хорошо. Я не хочу просто мешать. Не-не-не. А, ходите-ходите. Сейчас я расскажу, что делать. Таня занимается в русскоязычной комьюнити здесь, в Лос-Анджелесе. Таня уже ненавидит все в России. Да, ее все ненавидят, а это значит, что она хороший человек. Понимаете или нет? Потому что я говорю хорошо о России и не даю никому обзывать. Ничего. Ничего, мы все здесь хорошо обо всех говорим. А еще Таня ведет разные передачи о Хичкоке, о домах, где жили вот эти выдающиеся люди здесь в Лос-Анджелесе. Рассказывают о них шикарные истории. И вообще, она когда переодетая, это чисто 50-е годы. Ну, Марлен Монро там отдыхает просто вообще. А рядом даже не стоит. Марлен Монро уже отдыхает 80 лет. А сейчас несколько слов о магазине. Бабушка. Грен Маздели. Бабушка, мы находимся на Sunset Boulevard. Это центральная улица Лос-Анджелеса, и мы в центре Голливуда. Значит, история магазина. Где-то 18 лет тому назад закрылась моя точка, где я пил каждый день свой кофе, свою чашечку эспрессо. Но мы одесситы, мы привыкли пить эспрессо, что мы ничего не можем с этим сделать. Вот. В Америке немножко тут напряжение в Лос-Анджелесе. Тут не так много итальянцев, и с эспрессо была проблема. И вот, наконец, как-то случились, как-то звезды стали, что вдруг мне предложили стать продуктовым монстром. И я как-то сразу подумал, что неплохо было иметь свой эспрессо. Я куплю эспрессо-машину. Я знаю и тут итальянцев, которые это вот. Вот так с чашечкой кофе получился магазин, который был дизайнером моим приятелем. Тут практически все одесситы. Дизайнеры одесситы, строители одесситы. В общем, одесса – это очень важная часть жизни. Да, я знаю, что мы выглядим немножко мишигенеры для других людей, но это ничего не может сделать. Вот Феликс тоже, кстати, одессит. Ну, Феликс, иди, иди уже. Не надо ничего говорить. Мы без тебя сейчас как-то уже тут справимся. И вот. Феликс, ты кофе пьешь. Ты знаешь где? В магазине бабушка. До свидания. Ты жил где? Возле Нового базара? Тут практически одни одесситы. Короче, это… Я жил рядом с Сободинским. Сободинским, правильно. Это Одесский остров в джунглях Лос-Анджелеса. Вот. Продуктовый магазин, который торгует привычными для русскоговорящих граждан товарами. То есть, в основном, это одесская кухня. Как образовалась одесская кухня? Одесса построена французами, итальянцами, греками, русскими, украинцами. Огромное влияние еврейского населения, которое после того, что Екатерина сдвинула черту оседлости, попали в Украину, принеся с собой знания сельского хозяйства и других ремесл. Надо так сказать или нет? Как сказать? Ну, мы так говорим в Одессе. Мы путаем падежов. То есть, мы их просто не любим. Так вот. И кухня, естественно, сформировалась. Здравствуйте. Заходите, девочки. Я извиняюсь, вы не будете с Одессой? Будут. Вот. Так вот. Я помню, как моя бабушка... Вы жили в коммунальной квартире, там жило семь семей. Причем семьи такие. Главврач одной больницы, редактор Центральной Одесской газеты «Знамя коммунизма», крупный адвокат, там еще врачи, хирурги. Ну, я не знаю. И мои родители, мама преподавала в университете, папа главный бухгалтер, крупнейшего швейного объединения в Одессе. Вот. Они все жили после войны в семикомнатной, скажем так, коммунальной квартире. Так вот, на кухне, там где стояли все хозяки, моя бабушка выходила на каблуках, прилично, прически, платье. Это было принято. Обращение было там к женщине «Мадам», «Мадам Роза», «Что у вас сегодня? Что вы будете сегодня готовить?» Все. То есть, одесская кухня — это смесь... Да, и в квартире жили это были греки, евреи, украинцы, молдаване. В соседней квартире то же самое. Это была смесь просто мульти-культурал. Вот Америка, Америка. Новый Орлеан — очень похож. У нас своя кухня — это смесь всех кухонь мира. Своя музыка — одесская. Она не украинская, не русская, не еврейская, не молдавская. Это одесская музыка. У нас свой язык, можем так сказать, и архитектура, конечно. Это те четыре качества, которые отделяют каждый город. Нью-Орлеан имеет то же самое практически. Свою музыку, свою еду, архитектуру и свой разговор. Они разговаривают по-английски, но когда идет кино, там идет сабтитр, перевод английского на английский. Одесский язык тоже имеет свой колорит. И он уже, в принципе, мы шутим, что он уже зарегистрирован не просто как диалект русского языка, а это самостоятельный язык со своими правилами, со своими, так сказать, мансами. И кто его не понимает, тот… Это нельзя не понять. Например, такую фразу. «Роза, я видеть вас вчера ходить в кино». Ну, это же к любому человеку понятно. На самом деле в Одессе, конечно, так никто не говорит. Это язык местечек украинских, еврейских, где детки играли вместе, создавая вот этот вот суржик, неповторимый русский, все же таки русский диалект с вкраплением украинских, еврейских слов, соблюдая немецкую грамматику, скажем так, примерно. Вот. Так что это Одесса. Вот они шутят, называют это Одесская консерватория, продуктовая консерватория под руководством маэстро Шуэм. Ну, консерватория – это слово «консервы». Вы понимаете? Консервы у нас действительно есть в магазине. Сколько хотите, сколько хотите. По-прежнему, как бы народ сейчас не говорил о том, что они все худеют, все там на диетах, конечно, и все никто не кушает майонез и прочее другое. Ну, значит, оливье, сало украинское, винегрет, рыба, фаршированная рыба. Бычки бывают, привозят, когда с Азова или из Черного моря откуда-то бывают завозы. Вот. Ну, что? Холодцы. Ну, естественно, русская еда, холодец там и другие. Ну, русская еда. Русская еда – это тоже как бы относительно. Потому что, как и американская кухня, русская кухня – очень такой момент – это кто-то откуда-то что-то принес. А из Китая, от Монголии – это завернутое что-то в тесто, типа вареники. Это из Германии, Польши – колбасы, откуда-то другая-то еда. Ну, в основном, я же говорю, в России это все как бы абрусицировалось и приняло свой вид. Вот так и одесская еда. Из всех кухонь мира мы сделали свою еду. Американцы сначала очень осторожно относились к этому. А сейчас у нас, скажем так, 30-40% англоязычного населения. Но они знают борщ, конечно же. Они знают голубцы и фаршированный перец, потому что многие приехали из Европы. Польские корни, болгарские корни, венгерские корни. Там похожая еда. И также Бразилия ест практически то же самое. Они заходят сюда просто как к себе домой. Они едят все. Например, если богатые страны не ели органы, например, печень, язык и все. То страны, которые испытывали когда-то голод, и даже тут в Америке, люди, которые выросли в гетто и не имели достаточно еды, они едят все. Так же самое и у нас. У нас есть все продукты. И люди какие-то еще, которые нас знают, сюда приходят. Вот на улице сидит цвет нашей эмиграции. Эти люди приехали сюда, наверное, 300 лет тому назад. Вот в той же самой одежде. Они в тех же рубашечках заправленных в брюках, в сандалетах с носками. Это наши люди. Это мы ничего не можем с этим сделать. Да, Боря, как ты делаешь? Это наши люди. Наш магазин, как бы сказать... У нас есть несколько блюд, которые люди знают и за ними приезжают издалека. Даже из Лас-Вегаса, из других каунти. Это наши знаменитые сырники, рыбные котлеты. И наш знаменитый, ни на что не похожий одесский Наполеон. Это не московская хрустящая слойка. Это одесский Наполеон с заварным кремом, который вы просто... Он смеется, он улыбается вам. И вы не можете с этим ничего сделать. Милости просим. Приходите к нам в наш магазин. Попробуйте наши продукты. И заодно я вам еще сыграю. Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, знала много горя. Ах, Одесса, знакомый милый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Где-то так. Я хотел бы остановиться на биографии очень талантливого человека. Ректора, мы его как называем, ректора продуктовой консерватории у бабушки, которая находится в центре Голливуда, Константини Шуина. Костя очень талантливый человек. Несмотря на то, что он был студентом политехнического института, никакого технического образования он так и не окончил. Он занимался музыкой, причем учился сам. И во времена советской власти, когда мы жили еще в Одессе, он организовал очень серьезную группу. Тогда называлось это... Ну, Костя, не нужно. Он организовал группу, которая называлась «Скифы», которая была одной из популярнейших групп в 60-х, в начале 70-х годов в Советском Союзе. Потом Костя выступал. В Одессе был знаменитый ансамбль «Бородачи». То есть все ребята носили бороды. Это были лабухи в Одессе на музыкантов. В ресторанах их называют лабухами. И вот он участвовал в этой группе тоже. Приехав сюда, Костя долгое время не мог себя найти, но нашел. Играл в трио. Их трио было. Два афроамериканца и он. Потому что Костя в основном джазовик был, джаз играл. Но вдруг появился в Лос-Анджелесе знаменитый поэт Илья Резник. Он увидел и услышал Костя. Они начали вместе работать. Когда Резник уехал в Москву, он пригласил Костю. И Костя написал ему огромное количество песен на его стихи. Причем на ютюбе есть очень хорошие видео и песен, которые написал Костя вместе с Ильей Резником, которые прозвучали в Париже в концертном зале Олимпия. Концертный зал Олимпия – это самый знаменитый зал шансона, французский шансон. И даже вот есть две песни, которые там или три. Поет русскоговорящая певица французская, а Костя там находился и объявлял, вел этот концерт не кто-нибудь, а знаменитый Олен Делон. Есть очень интересные в ютюбе, есть, можно посмотреть. Ну, значит, Костя работал очень много с Женей Кричмаром. Как Костя об этом говорил, я говорю, что Женя Кричмар написал очень много всевозможных песен. Причем одесская тема, плюс у Жени были такие полухулиганские песни. И Константин делал прекрасную аранжировку. А потом появилась бабушка, и он не серьезно занимается, хотя очень любит. Вот он на минуту заходит, человек, он ему может спеть на его имя. Так вот, от фонаря, блюз. Вот он мне уже несколько блюзов посвятил. Очень талантливый парень. А мы с ним общаемся, мы с ним работаем. Я руковожу здесь одесским землячеством, и у нас мы принимаем в Одессите даже не только одесситов, но и людей, которые любят Одессу, любят одесский стиль жизни, одесскую музыку. Костя мне помогает, я тоже пишу песни. И он либо пишет музыку, либо консультирует, либо аранжировки даже делал. Я выступал с его песнями в Одессе. Я в Одессу каждый год езжу на День города, 2 сентября. День города, и там бывают концерты, и вот пою Костины песни. И даже на фестивале бриллиантовый микрофон Дюка. Дюк – это основатель Одессы, первый градоначальник Одессы. На его песне я стал лауреатом этого конкурса. Вот, пожалуй, все. Костя, конечно, содержит этот магазин сюда. Он завлекает людей не только хорошей едой, но и тем, что он может сыграть. Вот заходит человек, он может пристать и говорить, вы умеете играть. А вы не умеете, давайте я вам сыграю. А хотите, давайте вместе в четыре руки, в четыре ноги. В общем, вот такие вот вещи. Его очень любим, что он балагур. Самым искрометным юмором одесским. Я желаю ему и его здоровья. Самое главное у нас здоровья, потому что, как говорят в Одессе, все остальное можно украсть. Чтобы он был здоров и процветал его этот бизнес. И люди приходили. И все. Вот так. Продолжение следует.